Пострадавшие клиенты жилфонд Барнаул начали получать компенсации. Об этом нам по телефону рассказали сами люди. В начале года агентство недвижимости стало вручать им гарантийные письма с обязательствами вернуть ценные конверты, которые хранились в жилфонде. В обмен, сообщили пострадавшие, они должны были подписать дополнительные соглашения о неразглашении какой-либо информации о сотрудничестве с жилфондом и не предъявлять к нему дополнительных претензий по поводу морального ущерба. Последние подробности предполагаемого мошенничества с многомиллионным ущербом и что нужно знать о практике хранения денег в агентствах недвижимости, чтобы не остаться без средств и квартиры в специальном репортаже. Почти четверть века на рынке, 120 офисов по всей стране и репутация одного из самых надежных федеральных агентств недвижимости в России. Но такой имидж серьезно пошатнулся. В декабре прошлого года с деньгами клиентов пропала управляющая барнаульским подразделением Людмила Авдюхина. По данным неофициального, но довольно компетентного источника, она объявлена в международный розыск. Все материалы переданы в Интерпол. Еще до Нового года с заявлениями на возмещение ущерба в полицию обратилось 11 клиентов жилфонда. Сегодня их на порядок больше, но в краевом МВД не называют точную сумму ущерба. Первоначально в СМИ писали о 50 миллионах рублей. Сегодня ряд источников на условиях анонимности говорят об ущербе в районе 100 миллионов. При этом добавляю, не все похищенные средства – деньги клиентов. Часть украденного принадлежала застройщикам и самому агентству. Главным следственным управлением ГУ МВД России по Алтайскому краю продолжается расследование уголовного дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Проводится необходимый комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время в органах внутренних дел зарегистрировано 31 заявление. Пока пострадавшие держат дистанцию в общении с прессой. В гарантийных письмах, которые в январе получили клиенты жилфонда, компания обязуется возвратить ценные конверты, которые клиенты хранили в агентстве. Правда, в некоторых письмах датой возврата средств указана 31 января. В других она открытая. В смутное время компания жилфонд придумала сохранять деньги клиентов, чтобы никого не обмануть, используя так называемую ячейку. И эта история родилась в городе Новосибирске, была очень активно там использована. Со временем, когда компания жилфонд зашла в город Барнаул, эту услугу они, скажем так, внедрили в городе Барнауле и пользовались со своими клиентами этой услугой. Другие агентства недвижимости города не используют данную услугу. В жилфонде, как в банке, деньги хранили в индивидуальных ячейках. Заключали ли при этом стороны договор хранения средств? Какая ответственность была прописана у принимающей стороны? А главное, будут ли дальше практиковать в агентстве недвижимости такую схему хранения денег? И из каких источников выплатят компенсации пострадавшим? Эти вопросы в жилфонде комментировать отказались. Но по мнению президента Союза риэлторов края, хранить деньги в ячейках, скорее всего, предлагалось при многоступенчатых сделках с большим числом участников и объектов. То есть, я у вас купила, вы решили купить тоже объект недвижимости в жилфонде, то есть целая цепочка сделок, которые происходило, то тогда логично было все эти деньги не носить, не уносить, не куда-то складывать, потом заказывать, привозить, это тоже небезопасно и так далее. Вот они эту услугу, скажем так, внедрили для таких, наверное, форм сделок. Как показало время, такая практика весьма рискованна. Избежать рисков, по мнению экспертов, могут только действительно надежные способы расчетов между продавцом и покупателем. Сервис безопасных расчетов, банковская ячейка, аккредитив, нотариальный депозит. Эта история должна стать уроком для всех участников рынка недвижимости, в том числе и для простых граждан. Нотариус отвечает полностью за ту сделку, которую он удостоверяет, несет полную имущественную ответственность за это, в том числе и за безопасность расчетов. Способы расчетов могут быть различными. Это инотриальный депозит, когда деньги по продавцу будут перечислены после регистрации права покупателя в Росреестре. Это расчет может быть произведен между сторонами. Покупателям, продавцам могут быть переданы деньги при заключении договора, в присутствии нотариуса. То есть мы отвечаем за эту ситуацию полностью. Агентство недвижимости, подчеркивают юристы, может лишь сопровождать сделку, но не вправе предлагать и тем более навязывать услугу по хранению денег. Ведь в случае форс-мажора, компания, которая не является лицензированным кредитным учреждением и не обязана страховать свою деятельность, может и не выполнить взятые на себя финансовые обязательства перед клиентами. Сегодня некоторые СМИ сообщили, что жилфонд рассчитался с большей частью пострадавших. Но новый руководитель Барнаульского агентства подтверждать либо комментировать эту информацию отказалась. Мы направили официальный запрос в головной офис компании в Новосибирск. Мы не знаем точно, люди на каких условиях передали деньги на хранение агентства недвижимости. Но эта история нас, простых обывателей, продавцов и покупателей, должна научить быть осторожнее, проще и быстрее, не всегда безопаснее. Удастся ли жилфонду вернуть средства всем пострадавшим, станет понятно в ближайшее время. Но уже сегодня известно, что два клиента не стали дожидаться мирного урегулирования конфликта. Они подали иски в индустриальные районы суд. И если людям не вернут деньги, то судебные процессы начнутся уже в марте. Елена Макаренко, Андрей Печоркин, Алексей Фризин. День с толком.